Вчера мы получили звонок из областного центра по охране памятников. Местные жители поселка Жаналык в Палматинской области обнаружили неизвестный ранее памятник археологии, а именно древний балбал. И нас пригласили в качестве экспертов для того, чтобы мы интерпретировали этот памятник и составили его описание. Балбалы – это каменные столбы, менгиры или антропоморфные изваяния, изображающие воинов, иногда женщин. Они встречаются по всей Великой степи и устанавливались саками, усунями, тюрками, кипчаками и другими народами. Предназначение балбалов по сей день является предметом научных дискуссий. Даже сам термин «балбал» неоднозначен. Так называют, например, как каменных баб в целом, так и ряды каменных менгиров на поминальных сооружениях. По одной из версий балбалы ставили в честь великих воинов. По другой версии это были изображения убитых врагов. Существует также версия, что некоторые тюркские балбалы олицетворяют собой бога Тенгри, либо богиню Умай. Мы едем по прекрасной дороге Алматы-Талдыкорган. Трудно поверить, но еще буквально несколько лет назад это была одна из самых страшных дорог Казахстана. Повсюду рытвины, какие-то колдобины. Но сейчас ехать по ней одно удовольствие. Только что мне позвонил один наш телезритель по имени Михаил. Он говорит, что нашел где-то в степи каменную мотыгу. Он предполагает, что это древний артефакт и пригласил нас посмотреть на него. Поэтому после того, как выполним нашу миссию здесь в поселке Жан-Алык, кстати, отличное название, хороший знак, Жан-Алык, мы на обратном пути заедем в поселок Корой. Он как раз у нас на дороге. Ну и посмотрим эту каменную мотыгу. Вообще мы периодически получаем звонки от граждан на подобную тему. Кто-то нашел где-то курган, говорит, приезжайте его там, изучите. Кто-то рассказывает о кладах. Кстати, очень частый звонок именно про клады. Как правило, у всех одна и та же история. Жил когда-то дедушка или прадедушка, который был очень богатым. Потом пришла советская власть, и дедушке пришлось свои богатства куда-то закопать. И вот его наследники знают примерно место, где лежит это богатство, но сами найти не могут и приглашают археологов. Как правило, мы на подобные звонки не реагируем, потому что слишком мало исходной информации. Но мы в ожидании, что появится кто-то с подробной картой, и тогда мы обязательно поедем. САМОЛЕКОМ! Жаналык правильно едем? Жаналык? Ну вот мы добрались до поселка Жаналык. Здесь прям настоящая зима, полно снега, большие сугробы. Как нам объяснили, этот балбал нашел ученик вот этой школы, куда мы направляемся. И сейчас мы побеседуем с директором. Вот они нашли этот балбал и поселение, туркиске поселение, наш походы. САМОЛЕКОМ! Это директор школы, это Арман Археологов. Здравствуйте! Здравствуйте! Салям, салям, салям. Ахмед. Это наша школа, Жаналыкская, средняя школа. Наш географ, историк Мария Намиюна Распекова. Я сам директор школы Рахимбегов-Вахтор. Вообще, я сам тоже историк. У меня есть научная степень. Магистр исторических наук. Вот наш ученик обнаружил. Камень балбалтас. Как показал, на следующий день я уже всем объявила, что это такое. То есть сейчас он будет нашим проводником и покажет. Максат. Асхат ула. Халибек Максат. Максат. Асхат ула. Все, Максат, очень хорошо. Но мы доедем туда сейчас, как думаешь? Доедете, доедете. Доедем? Да. Пешком потом придется вам через горы. Вообще, я постоянно смотрю ваши телепеналы. Правда? Да, Туран-Ти-Ви, там у вас директор или... Роман. Роман Ботабеков, да? Да. Ну, я сам вообще рыбалкой увлекаюсь, поэтому иногда вот смотрю. Жаналык оказался довольно большим поселком, с очень большой чистой современной школой. Такой приятный директор. И, оказывается, все не смотрят Туран-Ти-Ви. Ну, райханки стоим на девчат. Счастливо, чтобы хороший находок был. Удачи вам. Жандоса, вообще часто вот такие вот звонки бывают от местных жителей? Да, в последнее время уже часто бывают. Раньше не знали наши контакты этот. Сейчас уже, когда после этого, как мы провели семинар, все знают, как и местные наши контакты этот. Когда что-то найдет, нам все разберется. Ну, будем надеяться, что Максат, как говорится, в теме, да? И мы вот сегодня обнаружим новый памятник. Ну, новый памятник, это будет, если доедем, это будет. На 99% в этом туркские новые, это, по себе, обнаружишь. Отлично. Ну, тогда в дорогу. Ну, вот мы стартанули из школы. У нас вот такая компания. Здесь все, вот представители Талдыкурганского музея, потом областной инспекции по охране памятников. Вот, и наш проводник Максат. Максат показывает нам дорогу. Все, казалось, гора. Я знаю, серьезнее, чем мы предполагали сначала. В низинах очень сильные переметы. Что там? Вот здесь, в дороге. В общем, решил я сходить пешком. Как это правильно делать. Потому что кое-где очень глубокие переметы. И я не хочу, чтобы это была дорога в один конец. Нам надо прогуляться и проверить все. Все, Джон Дос, как думаете, проедем? Не знаю, что-то с ними много вата здесь хватает. На дороге именно. В таких местах всегда важно знать, что тебя ждет за поворотом. Потому что за поворотом может быть полный капец, как говорят. Поэтому мы с Джон Досом решили прогуляться, чтобы не было неожиданностей. Продолжение следует... Так, ну а дальше, видимо, придется идти пешком. Пару километров. Поэтому мы оставим машину здесь. Пойдем вниз. Все, мы оставили машину. Дальше нужно идти пешком. Прекрасные места. Чистый воздух. Обожаю я такие прогулки. Единственное, на небе висит такая свинцовая туча. По прогнозу, сегодня должен был быть снег. И если он начнет раньше, чем мы отсюда выберемся, то шансов вернуться домой сегодня у нас очень мало. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну вот, цель нашего путешествия достигнута. Максат четко привел нас сюда. Кратчайшим путем. Пока непонятно, что это такое. Возможно, это поселение. В одном из помещений, в которых установили два балбала, один из них имеет антропоморфные черты. То есть лицо человека явно прослеживается. Возможно, это было какое-то святилище. Но само место, где расположен этот памятник, оно очень удобное для жизни. Вот здесь вот рядом проходит речка. Оно такое защищенное место очень, вокруг горы. Поэтому, возможно, поселение. Но почему там два балбала? И эти два балбала так расположены, как будто они являются такими менгирами на входе в помещение. Сейчас Константин походит по окружающим скалам, поищет петроглифы. Но, судя по характеру камней, которые на скалах, петроглифов здесь, наверное, не будет. Мы здесь облазили все вокруг этого поселения или святилища, пока не решили, что это. Но ничего подобного здесь не нашли. Примерно километре отсюда Максат, говорит, видел еще такие каменные оградки, но там балбалов нет. Спросим у Кости, как у него дела. Константин, прием. Да, вышел, слышал. Как успехи? Пока ничего интересного нет. Тут все вонху, поэтому петроглифов быть, наверное, не может. Да, чуть-чуть скалы не те. Вот, но не хочется отсюда уходить так быстро. Как думаете, что здесь такое? Ну, не знаю, я тоже согласился с костюмом. Наверное, здесь живет тиркский поселение. Но почему балбал стоит здесь, вот это большой вопрос. Как назовем это святилище? Максат? Максат один. Жан-Алык Максат. Жан-Алык. Жан-Алык, хорошо. Ты сам с Жан-Алык родом, да? Да. Родился, вырос. Потом сейчас в школе учишься, потом куда пойдешь? Не знаю, Палдугурган. На пожарную. На пожарную? Да. О, редко кто хочет быть пожарным. Обычно все агашками хотят стать. Молодец, Макс. Часовая разведка нам не принесла результатов. Походу, это единственный памятник, который здесь есть. Вот, но здесь очень вкусный шиповник. Там сверху я увидел, что подъехала еще одна машина, и к нам направляется три человека. Я не знаю, кто это. Или инспекторы, или местные жители. А может, браконьеры. Сейчас посмотрим. А вот и люди, которые приехали. И мне кажется, это директор школы Бахет. Бахет, это вы? Бахет, вы раньше бывали здесь? Я здесь только проездом бывал. Но вообще, это наша местность. Я полностью все вот эти горы знаю. Таких вот стоянок. Это зимовье наших дедов. Я сам здесь родился, вырос. Все мои родители, третки полностью здесь были. Зимовье моего деда чуть выше сюда. Если поднять. Как думаете, зачем на зимовье ставить вот такие балбалы? Ну, мое мнение, как историка, скорее всего, его сюда принесли откуда-то уже после. Ну, думаю, он относится где-то от 6 до 10 века. Тюркский период. Тюркский период, да? А его принесли, скорее всего, в 18-19 век, может, даже в 20-й век начало. Ихние прадеды спрятали свои богатства, вот это золото, все это. И до сих пор они не нашли. Перед тем, как вот эта коллективизация, они же переезжали в Китай. Тогда, оказывается, в этих местах много кое-чего можно найти. Знать бы, где искать. Да. Вот эти камни, как вы думаете, по моему мнению, его, скорее всего, после сюда принесли? Вероятно. Потому что если это жилище, тут балбалу не место. А если это святилище более древнее, которое потом уже приспособили под зимовку, то вполне может быть. Ну, по расположению вот этих комнат, он совсем не похож на жилище. Смотрите, вот они все друг с другом граничат. Да, обычно они отдельно стоят. А почему, допустим, вот здесь вот одна комната, вторая, третья, четвертая, пятая? Один отдельно стоит там. По крайней мере, пять комнат друг с другом граничат. И между ними есть вот проходы, смотрите. Да, да. Поэтому мы между выбором, либо это поселение, либо это святилище. Но более подробную информацию дадут раскопки. Вот вы сейчас поговорили, да, с местными? Угу. Что они говорят? Они говорят, здесь похожие места, еще несколько есть, но там где-то Балбала. И это местные говорят, зимовка Коямбая. Все местные жители, которые пастут, они знают, что такие исторические места здесь. Несколько. Не один это. Но Балбал только здесь встречаются. И Петрович встречаются. И Курганы тоже встречаются. И Турец, и Эпоха, это, раны Железного века, наверное, Курганы тоже. Ну вот, если подводить итог нашей небольшой экспедиции, резюме следующее, что на этом месте была зимовка местного Бая. Вот, и эти Балбалы, которые тут расположены, один из них с антропоморфными чертами, они, скорее всего, были принесены из другого места. С какой целью, кстати, непонятно. Лично мое мнение, это все равно вопрос спорный, потому что зимовки могли быть организованы на месте каких-то древних поселений или же святилищ. Поэтому в случае проведения здесь археологических раскопок мы можем получить материал, какие-то артефакты, что-то еще, которые позволят нам более точно интерпретировать этот объект, ну и, соответственно, определить его датировку. Но пока, наверное, уже тут все понятно, и пора двигать дальше. Наша маленькая экспедиция подошла к концу. Свою миссию мы выполнили, памятник осмотрели, зафиксировали. Теперь необходимо сделать научный анализ и поиск аналогии. К нам присоединился Бахыт, дороги он здесь. Он здесь знает каждый камень, здесь он вырос, родился. Его предки, отцу народом, Есениц, Минтуран ТВ. Всем привет, Жаналовки. Спасибо. Туран ТВ. Ну, вы героическая женщина. Нормально. Мужчинам трудно. Я уже второй раз так хожу. А что здесь интересного еще в вашем крае есть? Ой, если приезжаете летом, много кое-что найдете. И красота природы, в первую очередь. И вот это, полезных ископаемых, много очень. И найдете. И клады, да? И клады, которые прадеды наши спрятали перед уходом в Китай. Ну, все, едем обратно. Снег еще не начался. Поэтому нам везет. Сегодня хороший день. Побывали в интересных местах. Познакомились с интересными людьми. Вот. И теперь у нас дорога домой. Но по дороге домой мы заедем в село Корой. Где нас ждет еще один телезритель Туран ТВ. Михаил. С каким-то очень интересным артефактом. Ну вот, оказывается, экспедиция не закончена. По приглашению Марии и Бахыта мы сейчас идем на обед. Ну, у нас по казахским обычаям нужно домой пригласить, угостить гостей все-таки с дальней дороги. Вам обратно ехать. Это тоже нелегко. Так что приглашаем вас. Спасибо. Салам. Касиетті казахтын ет-тағамы сіздерге άмулган. Сисепт. Касиетті кастыры 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 кастыры. Кастыры 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 мануне. Угощайтесь. Мне вот дали самый большой такой кусок мяса, потому что самый старший, наверное. Я его весь не осилю, поэтому я буду его убить, всем и сдавать. Костя, это тебе. Спасибо. Все. Желаю достойно. Спасибо. Мясо вкусное очень. Мясо конина, оно еще немножко копченое, да, с огнем, наверное, потом сваренное. Очень обожаю вот такое мясо. Я думаю, это лучшее мясо на планете. Синоптики не обманули в этот раз. Снег пошел четко по расписанию в 15.00, как и было обещано. После сытного обеда, который устроила нам Марьям, мы продолжаем свою дорогу. Сейчас уже движемся в сторону Алматы. и по дороге мы должны заехать в село Корой, где нас ждет еще один телезритель, Михаил. Очень приятно, когда приезжаешь в гости к человеку, а он смотрит непрерывно по телевизору. Туран-ТВ. 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 А, кстати, почему вы Туран-ТВ смотрите, Михаил? Ну, я рыбак, охотник. Ну, уже, как сказать, не столько как охотник, а любитель стрельбы. По природе походить, можно с ружьем, с карабином, но не обязательно кого-то убить. Правильно. Обычно беру с собой какую-нибудь старую кастрюлю, поставлю, постреляю результатами. Ну, бывает, что и недоволен. Ну, вот то, что вы смотрите Туран-ТВ, очень приятно. Большое вам за это спасибо. В общем, я говорю же, если логически рассуждать, каменная мотыга, да? Каменный век, но в Каменный век такое отверстие сделать нереально. Логично? Ну, не знаю, бывало делали. О-о-о! Ну, шикарный артефакт просто, Акостя. Это вот вторая находка. Телеканал Акруал, привет! Удачные рубалки. Привет! Карьер. А когда они песок берут, то изменили русло речки Косхеленки. И она начала подмывать бугор. А на бугре, на горе, там, я еще пацаном ходил, были, ну, как бы, похоже, когда-то строения. Ну, как вот, земля вот такая, кубиками. Не фундаменты, фундаментов не было там. Просто вот эта земля, что какие-то мазанки стояли. И вот, когда речка подмывала этот обрыв, и мы с муками там на рыбалке были, и вот эта штучка лежала там. А они вот, как молодежь, они на нее просто внимание обратили. Но мне, я вижу, что это не природное, это рукотворное изделие. Абсолютно с вами согласен. Я ее, как говорится, забрал. Ну, получается, значит, вы фартовый, потому что я вот археолог, и вот таких вот штук я находил, я вам скажу, даже ни одной не находил за 15 лет. Вот этот артефакт, я думаю, займет достойное место в областном краеведческом музее в Талдыкургане. И от вашего имени мы его передадим туда. Ну, это ради бога, конечно. Приятно будет, что люди будут смотреть. Вот вы говорили, у вас есть какое-то послание современной молодежи. А современной молодежи послание? Вот, посмотрите, семечек шпакат. Это семечки яблоки, груши. Я потом поеду куда-нибудь, просто вот хожу по природе, где-то ногой копнул ямку, несколько этих зернышек брошу. Тысячу я этих семечек брошу, если из тысячи одно деревце вырастет, я уже буду доволен. Из нас 19 миллионов, если каждый год по одному дереву вырастет, через 10 лет это будет роща Баумана, фруктовая. Ну вот, какие золотые слова. Вообще, нас 19 миллионов. И если каждый из нас по одному семечку в год посадит, это будет целая роща Баумана. 19 миллионов деревьев. Золотые слова. Творим добро. Смотрим Туран-ТВ. Сегодня был необычный день. Мы побывали в красивых местах, познакомились с красивыми людьми. И несмотря на то, что сегодняшний день уже подходит к концу, наша экспедиция продолжается. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова